Да лето еще так далеко, от твоей картины им прямо повеяло. А я сирень очень люблю. Она бывает и фиолетовая, и белая, даже махровая, а душистая какая. Эх, так бы не уголк. Сирень – это мое любимое дерево. Надо твое любимое дерево на самое видное место повесить. Обязательно повесим. Только вот сирень – это не дерево. Как это не дерево? А что же? Кустики? Зря смеетесь. Сирень – это действительно куст. Да что же мы кустики не видели? Кустики маленькие. А во дворе, знаете, какая большая? Сирень растет. Огромная. До верхушки не достать. Да. Сирень бывает очень высокая, но все равно это куст. Что-то не верится. Тогда давайте разбираться, чем куст отличается от дерева. А давайте. Так, вот смотрите внимательно. Это земля. Так. Под землей у каждого растения есть что? Эээ, есть корни. Корни есть. Так, верно. Есть корни. И у кустика. И у дерева. Так, у дерева ствол растет прямо из корней. Вот. А из ствола растут веточки. А, верно. Да, вот сосна получилась. Вот такая сосна. Так, а что растет из корней у кустика? У кустика нет ствола, поэтому веточки растут прямо из корня. А ведь и правда у сирени ветки хоть и толстые, но одного большого главного ствола нет. Вот этим кусты отличаются от дерева. У дерева есть ствол, а у куста нет. О, как просто. Вот я теперь никогда не ошибусь. А я знаю много кустов. Малина, смородина, крыжовник, шиповник. А еще, еще этот, эм, боярышник. А еще облепиха. А еще лесной орешник. Он тоже большой, но это все равно куст.